Израильтяне увидят Евгения Онегина. В Тель-Авив приехал с гастролями Большой театр. Выступление более трёхсот артистов одного из крупнейших в мире театров оперы и балета стало выдающимся событием в культурной жизни еврейского государства, говорит генеральный директор Израильской оперы Ханна Муниц, хотя и требовала значительных усилий обеих сторон. На мой взгляд, это действительно историческое событие. Когда мы обсуждали эту идею с генеральным директором Московского Большого театра, он сразу принял наше предложение. Тогда мы начали думать о репертуаре и сразу же остановились на спектакле Евгений Онегин. Это произведение – выдающееся достояние русского народа, ведь в нём соединились гениальная музыка Петра Чайковского и не менее гениальная поэма Александра Пушкина. Поэтому мы ни минуты не сомневались в правильности своего выбора. Ханна Муниц говорит, что в Израиле редко посещают представления, поэтому сотрудники оперного театра делают всё, чтобы изменить ситуацию. Наша страна ещё очень молода, ей всего 64 года, поэтому неудивительно, что эта традиция ещё не сформировалась. Безусловно, в Израиле проходят представления оперных театров, однако они не так популярны, как, например, музыкальные концерты. Вы знаете, еврейская мама редко мечтает о том, чтобы её сын стал оперным певцом. Скорее всего, она захочет, чтобы он был музыкантом, инструменталистом, скрипачом, пианистом, но, безусловно, не певцом. Однако сейчас, когда в еврейском государстве появился свой оперный театр и профессия оперного певца стала престижной, всё больше и больше молодых людей хотят работать у нас. Поэтому теперь и молодые жители Израиля, а не только русские, выбирают для себя эту профессию. Московские артисты будут выступать в Израиле в течение трёх недель, однако руководство Большого театра уже пообещало вернуться с гастролями в еврейское государство в 2015 году. Субтитры создавал DimaTorzok